Владимирскому аэропорту уже за 60. В прошлом с него отправлялись пассажирские грузовые самолеты в разные концы страны. Сейчас для этого аэропорт не используется, но летчиков по-прежнему готовят по всей строгости. Пилоты ежегодно проходят врачебно-летную экспертную комиссию, дали курсы повышения квалификации в УТИЦ номер 22, город Быково. Только после этого они получают допуски к работам на самолетах в качестве пилотов. Сейчас основное направление работы – это авиационная охрана лесов Владимирской области. Проводится и подготовка курсантов-летчиков-наблюдателей. Один из них – Александр Киселев. Он приехал из Красноярска на полтора месяца, чтобы тоже освоить профессию летчика-наблюдателя или, как говорят на профессиональном сленге, летнаба. Ну, профессия очень интересная. Узнал я ее от друга, который уже является летнабом. Отучился здесь в прошлом году. Все курсанты уже изучили теорию в авиационном учебном центре в городе Пушкино, освоили прыжки с парашютом. Теперь их ждет обучение авиационным дисциплинам, работа на самолетах и вертолетах. Дисциплины здесь и лесное хозяйство, и потоксации определенные моменты мы им даем, значит, освежаем. Вот, это производственная их деятельность, как это будет осуществляться, все связанное с тушением лесных пожаров. Вот, то есть полностью организация и борьба с лесными пожарами. После обучения курсанты уедут обратно в Пушкино, где будут сдавать экзамены, а дальше их ждет работа. В Красноярском крае есть 21 авиаотделение, то есть и по подразделениям нас будут, вот, 7 человек послали на учебу, и мы будем уже на какое-то авиаотделение директором направлены. В пожароопасный сезон на летчиках-наблюдателях лежит большая ответственность. Облетать территорию приходится каждый день, а иногда даже по нескольку раз. Все полеты выполняются в зависимости от класса пожарной обстановки. При третьем классе пожарной опасности выполняется практически каждый день, могут даже и два раза в день. При четвертом классе пожарной опасности два раза в день и не меньше. А при пятом классе пожарной опасности, самый высокий класс пожарной опасности, не менее трех раз в день. Так что график у летнабов нестабильный и зависит от капризов погоды. Остается надеяться, что этим летом работы у них будет немного. Валерия Саенко, Евгений Токарев, 6 канал.